все зависит от суммы да то есть вот сейчас как раз коллеги проговорят немножко скажет а там по налоговому праву если у вас если компания не уплатила 5 миллионов и выше повторюсь не по сделке не за год за долгий промежуток времени то это основание для возбуждения уголовной ответственности против директора и иных лиц вот всех тех самых лиц про который мы обсуждать перенину незаконченный перечень вот слав может добавить что даже час я буду не свое нет просто павел говорит о налоговых правонарушениях и крупный размер по статисту сейчас говорила до 199 уголовного кодекса начинается при неуплате 5 миллионов рублей но при условии что это более чем 25 процентов от суммы налоговых платежей за последние три года либо по этой же части возникает ответственность при неуплате 15 миллионов рублей независимо же от процента да уже независимо от суммы налогов платежей но просто мы это обсуждать допустим газпром может не доплатить 50 миллионов не заметив ну то есть это не не злой умысел потому что просто запятую бухгалтер не там поставил для компании которые гораздо мельче соответственно это будет значительным размером и уже может повлечь привлечения к ответственность то есть эта грань перехода от административных раз правоотвестик уголовный она вот сумме то есть до определенной суммы это будет да и не менее пяти да да ну это за последние три года смотрите это у нас прям мы много на лекциях обсуждали тоже там у нас сейчас такая история что налоговая контролирует налогоплательщик в режиме реального времени и например с 18 контролируется вообще все а и то что кто был на лекциях еще новшества с марта восемнадцатого года налоговые органы будут поставляться информация из загсов это к вопросу о выявлении семейных родственных связей то есть база включает контроль включает тотальный и вопрос о налоговой проверке определяет сейчас компьютером то есть идет анализ данных если отклонения то просто формируется маркер грубо красная лампочка сирена так вот у компании несоответственно пример там вы там налоговой базы по мдс по прибыли несоответствие а зайдите на сайт налоговой есть такой называется самостоятельно критерии оценки налоговых рисков бейте и там по ну там есть много критериев которые сами налоговые выкладывают для самостоятельной проверки могут они ли быть не могут но приведу пример который приводил скажем так на лекциях который был там два месяца назад налоговых органов мы сидим нам инспектор говорит скажите там вот вы знаете там вот компания нам кажется что она однодневка воды что вы как может быть мы однодневки и что вот вы с ней давно работаете хорошо знаете да да конечно и директора наверное встречали ну по-моему дамы убивает в режиме реального времени при мне инспектор фамилии тоже самсонов и говорит с директором встречались директор да ну вот мне что-то сомнительно что вы встречались грузчиком работающем магазине дикси в зеленограде там и проживающим может это вы бухгалтера видели вбивая данных много ладно не вспоминать она уже как полгода из страны уехала это к вопросу о наличии информацию налоговых органов вам привезли песок вот на этих вот по этим документам на этих машинах отлично только потом показывает что эта машина в это время было в дагестане как только у вас идет несостыковка в этих данных и компьютер этого из чего числяет то сразу бит проверка две цифры и пойдет а дальше на вопрос что было понятно у нас количество проверок за с 14 года сократилось пять раз экономика выросла по официальным данным на 1 и 2 процента вот сейчас опубликовали за семнадцатый год и минусовой был рост за за шестнадцатый год а сумма взыскиваемых налогов за два года за шестнадцатый год возросла на 65 процентов при рецессии при снижении количества проверок налогов взыски взыскали огромное огромное количество больше это вопроса когда заинтересуюсь к кончится деньги заинтересуются шестнадцатом году ну и повторю тезис который говорю тоже много раз на лекциях с 1 января 15 года мы живем в новых реалиях информационно налоговая контролирует все абсолютно все и будет больше и больше то сейчас уже там автоматический обмен данными между иностранными юрисдикциями причем договорились что данные будет подгружаться аж глубина шестнадцатого года данные по родственным связям через загс и то есть это уже ну вот все чтобы вы не делали все может попасть в анализ та же истории конечно в загсе юрлица еще не у нас но нет у нас же есть идея полностью отказывал бумажных денег да то есть у нас это уже высказал мишустин у нас минфин это быстро у нас только против рпц я сказала что не не по православному это без наличности